Всем привет! Это канал START. Живи с комфортом. Сегодня будет видео обзор пилетного котла 20 киловатт модель START 20GR импортозамещенная версия. Импортозаместили пилетную горелку, контроллер пилетного котла, а также внесли изменения небольшие в конструкцию самой горелки. Она на самом деле стала немного лучше и изменили конструкцию турбулизаторов. Итак, для кого этот пилетный котел? Котел 20 киловатт это значит, что он может гарантированно выдать 20 киловатт и то, что у нас принято считать 1 киловатт на 10 квадратных метров, получается котел может отопить 200 квадратных метров обычного среднего дома. Если у вас дом очень сильно утепленный, то может отопить и больше квадратных метров, а если у вас сарай с дырками, то и 100 квадратов не отопит. Дальше, что мы имеем в базовой конфигурации? Бункер 200 литров. Очень удобное расположение бункера по высоте позволяет даже человеку с небольшим ростом без проблем засыпать туда пилеты. Много это или мало 200 литров это примерно 140 килограммов топлива. Средний расход, если у вас, допустим, дом 100 квадратных метров, средний расход может быть около 1 килограмма в час. То есть 24 килограмма в сутки вы будете расходовать. Здесь у нас 140 килограммов. Это получается у нас шестеро суток. В среднем у вас будет автономность этого котла при доме 100 квадратных метров. Понятно, если будет на улице мороз 30 градусов, это будет уже не шестеро суток, а трое суток. Это самый маленький бункер. Опционально бункер может быть 300 литров, 400 и 600 литров. Если мы говорим про самый большой бункер, то размер бункера он не увеличивается в высоту. Размер бункера увеличивается вперед, назад, в ширину и немного вверх, чтобы по-прежнему было удобно загружать топливо. Иначе если мы сделаем вот такой бункер, то вы не сможете его загрузить. Поэтому все рассчитано для удобства эксплуатации. Дальше горелка в котле чугунная. Шнек. Шнек диаметром 85 миллиметров. Спираль очень толстая 8 миллиметров. Толщина навивки для спирали, что позволяет использовать пилеты, во-первых, любого размера. Короткие, шестерку, восьмерку, десятку, но также и каменный дробленый уголь. Фракция 25 миллиметров. Чугун выдерживает температуру при горении каменного угля. То есть вам не нужно думать о том, какие пилеты, какое топливо засыпать в этот бункер. Если же у вас закончились пилеты, что-то произошло или есть просто что сжечь, котел можно использовать также на обычных дровах. Для этого в комплекте идут чугунные колосники, которые вы кладете над горелкой. Демонтировать горелку не требуется и можете без проблем сжигать дрова и каменный уголь. Автоматика котла при работе на угле также позволяет поддерживать нужную вам температуру, управлять бойлером горячей воды. То есть это получается по сути также автоматический котел, но на другом виде топлива. Про автоматику. Автоматика российская. В основу взяты все европейские алгоритмы, но внесены очень существенные изменения в части удобства эксплуатации в условиях российских реалий. Диапазон настройки параметров немного расширен. Это позволяет настроить пилетную горелку под любое топливо, под любую дымовую трубу. Очень важный момент, который мы изменили в алгоритмах, это управление бойлером горячей воды. Если вы используете режим еще в добавок приоритета бойлера, то вы можете задать температуру внутри бойлера намного выше, чем температуру самого котла. И кроме того, у вас не будет включаться насос бойлера горячей воды до тех пор, пока у вас котел не нагреется до текущей температуры бойлера, чтобы не произошло охлаждение бойлера более низкой температурой котла. Таких алгоритмов в польских контроллерах не было. И всем рекомендуем использовать управление по комнатному датчику или по GSM термостату. Потому что этот алгоритм реально позволяет не только повысить комфорт в доме, когда вы поставили в доме там 25 градусов и котел автоматически будет поддерживать именно эту температуру. И вам не нужно думать сколько градусов поставить на автоматике в текущий момент 60-70 градусов. Котел сам будет подбирать температуру в котле, чтобы обеспечить вам температуру в доме. И это очень эффективно еще в добавок в весенний и осенний период, когда вы хотите поставить в систему отопления 30 градусов, а котел не позволяет опустить температуру ниже 40 градусов. Это обеспечивается за счет особого алгоритма управления циркуляционным насосом. Он у нас работает циклически. Тем самым у нас котел может работать на одной температуре, а в систему отопления у нас выдается более низкая температура за счет ступенчатого включения циркуляционного насоса. То есть в котле у нас 40 градусов, в батареях может быть 25 градусов. То есть этот котел можно применять в самых простых системах отопления с одним циркуляционным насосом, либо подключать, если у вас гидрострелка, то подключать к автоматике котлан именно насос гидрострелки. Дальше следующий момент, который мы поменяли версии 2023 года, это у нас поменялись пластины турбулизаторов. Сейчас они представляют собой вот такие штуковины пластинки, загнутые в разные стороны, позволяют нам сделать лабиринтовое движение дымовых газов в этих каналах. За счет этого мы немного увеличиваем КПД котла и снижается температура дымовых газов. То есть вы немножко экономите топливо, то есть мелочь, а приятно. В верхняя часть также пластины остались, они позволяют сделать дополнительный ход дымовых газов на верхней площадке котла. Доступ к этой части к теплообменнику обеспечивается с помощью вот такой бетонной дверки. Также толщина 8 сантиметров, огнестойкий бетон плотно закрывается, ничего не дымит. Здесь у нас дверка для доступа в топочное пространство. Также бетонная футеровка выдерживает 1400 градусов и у нас есть стекло, которое позволяет вам настраивать пеллетную горелку не открывая дверку топки. То есть условия по настройке горелки они просто идеальны. У вас воздух поступает только через отверстия в горелке, нету никакого лишнего воздуха через дверку топки. Горелка, как я сказал, чугунная, кладутся колосники. Снизу у нас зольный ящик. Объем зольного ящика 7 литров. Этого достаточно для сжигания примерно трех вот таких бункеров. То есть вытрясать залу вам не придется каждый день. То есть раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. В зависимости от того, насколько качественное топливо вы используете. Дальше контроллер. Контроллер цветной экран. По нему будут отдельные видеообзоры. Он управляет, получается у нас двигателем подачи, вентилятором. Дальше управляет насосом центрального отопления, насосом бойлера. Есть датчик, который измеряет температуру на выходе котла. Аварийный датчик измеряет температуру шнека. Датчик шнека у нас вставляется сейчас очень плотненько в гильзочку, в отличие от польских горелок, где датчик не очень плотно туда всаживался. Приходилось как-то его дополнительно фиксировать. Здесь датчик сделан так, чтобы он плотно там находился. Также увеличена мощность циркуляционных насосов, которые можно подключить к этому контроллеру. Так, по контроллеру все. Сбоку у нас есть по-прежнему на бункере установочное место для датчика предельного, предельно для датчика предельно низкого уровня пилет. Если вы будете использовать GSM термостат или любой другой контроллер дистанционного управления, то можете сюда поставить вот этот мембранный датчик, который вам просигнализирует, что пилет уже очень мало. В комплекте у нас идет электрический тэн мощностью 9 киловатт. Это три тэна по 3 киловатта каждый. Выход котла, обратка и подача 2 дюйма, что позволяет использовать эти котлы даже в самотечных системах отопления. Перейти с большого диаметра на меньший диаметр не составляет труда, чем иметь котел, который не может это делать, не может работать в системе отопления на самотеке. Есть клемма для подключения к шине заземления. Обязательно это нужно делать. Это не только безопасность вас, чтобы не убило при пробое напряжения на корпус котла, но и надежная работа автоматики. Для надежной работы автоматики всем рекомендуем использовать инверторные стабилизаторы напряжения. Дымоход имеет выходной диаметр 150 миллиметров. Именно такие дымоходы мы комплектуем для своих клиентов, но можно применить дымоход и 160 миллиметров. В этом случае у нас дымоход будет одеваться на снаружи патрубка котла. Толщина теплоизоляции по-прежнему 5 сантиметров и сама теплоизоляция она не касается корпуса котла. Имеется воздушный зазор, который позволяет воздуху вокруг котла циркулировать и котел не гниет, не портится. Мелочь, а тоже приятно. Что еще изменилось в версии 2023 года в импортозамещенной версии? Это вентилятор стал в передней части горелки, то есть его устанавливать немного удобней. Не нужно залазить за котел для того, чтобы поставить или снять для его очистки. Следующий момент, который многие спрашивают. Вот мне нужен котел с авторозжигом. Авторозжига здесь нету, но в то же время котел не требует этого автоматического авторозжига. Вы котел запускаете один раз в сезон, осенью вы его разожгли, включили и дальше то самой весны у вас котел не тухнет. Это значит, что когда вы производите очистку котла, вы нажимаете кнопку выключить, ждете несколько минут и дальше можно безопасно открывать дверку котла и производить очистку. Произвели очистку, нажимаете кнопку старт, котел автоматически разжигается. Следующий момент, который всех пугает, а если произойдет отключение напряжения. Но даже если у вас не будет напряжения в течение четырех часов, за это время котел с ретортной горелкой не потухнет и когда у вас напряжение восстановится, котел автоматически у вас включится, произойдет автоматический розжиг. Отсутствие именно вот того автоматического розжига, который присутствует в факельной горелках, позволяет получить надежную пеллетную систему. Котел не имеет никаких датчиков, которые контролируют горение. То есть фактически у нас котел не имеет тена для розжига. Разжигаете вы с помощью спичек или зажигалки, но в то же время в основных режимах после чистки, после отключения напряжения у вас котел автоматически запускается. Происходит автоматический розжиг. Как бы розжига нету, но в то же время он есть. Итак, сделаю небольшое резюме, почему наши клиенты выбирают этот котел и рекомендуют этот котел своим знакомым и друзьям. Во-первых, котел очень легко настроить. Не требуется привлекать каких-то специалистов для того, чтобы самостоятельно настроить котел. И гарантия, между прочим, не снимается, если вы будете делать это самостоятельно. То есть настроить котел очень просто. Чистка котла спереди, все открыли, почистили, проблем нету. Все очень просто, доступно. Чистка горелки на самом деле в течение отопительного сезона это не требуется. Раз сезон, да, можно провести какую-то профилактику. То есть горелка она простая по конструкции и неприхотлива к качеству топлива. То есть засыпать можно хоть что. Следующий момент это толщина стали 6 миллиметров. Сталь толстенная, котла хватит надолго. Очень хороший теплообменник. Вы получаете реально высокий КПД. Если вставить на выход газоанализаторы, вы получите значение около 90 процентов. При хорошем топливе и при чистом теплообменнике может быть и 91-92 процента КПД. Еще одна мелочь это то, что котел можно поставить вплотную к задней стене. У кого очень маленькие котельные, для них этот момент очень критичный. Задняя стенка она полностью холодная, там нету никаких выступающих частей, нету никаких патрубков, которые нужно там обслуживать еще что-то. Дымоходный выход у нас сверху, то есть сзади вы можете вплотную передвинуть к стене, экономите пространство. Спереди нужно оставить метр-полтора пространства для того, чтобы удобно было подходить к котлу и все. Все очень продумано, просто, но в то же время надежно и современно. Поэтому если еще думаете, какой котел приобрести, обращайтесь в нашу компанию. Можно позвонить даже в выходной день. Всегда обеспечиваем консультацией наших клиентов, которые уже приобрели котел, которые планируют приобрести котел. Проблем нету. На этом все. Всем спасибо за внимание.